здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала сегодня я работаю с василисой с василисой мы учимся произносить звуки сейчас мы будем смотреть работу над предложением ну вот первое предложение мы взяли у кости есть гусёна он совсем не утёна так как мальчика звать как мальчика звать мари я прочитал у кости есть как мальчика звать смотри на меня положи ручки положи мои хорошие ручки положи вот так мои хорошие смотри я говорю у кости значит как мальчика звать костя мы говорим у кости а мальчика звать костя кто у него есть скажи у кости у кости есть кто гусенок 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 он не утенок это кто у нас это говори это гусенок а это гусенок а у кого есть гусенок как мальчика звать костя нет это гусенок а у кого он есть как мальчика звать мальчика звать у кого он есть у кости у кости есть гусенок еще раз повтори у кости есть гусенок он не утенок он не утенок а теперь вот смотри гусенок и ученок в каком есть звукс вот здесь или где-то есть звукс положи это ученок а это гусенок где звукс каком слове ГУСЁНОК ГУСЁНОК А здесь смотри УЧЁНОК Есть там? ГУЧЁНОК А здесь ГУСЁНОК Куда поставим? Сюда или сюда? Куда поставим? Куда ее поставим? ГУСЁНОК 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 А это УТЁНОК Ну где ей слышится звук? Вот здесь слышится ГУСЁНОК Смотри как он ГУСЁНОК На меня еще смотри ГУСЁНОК Мы объясняем ребенку Что должен внимательно слушать свое произношение А здесь УТЁНОК ГУСОК ГУСХЁНОК ГУСЁНОК 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 На занятии мы учимся не только произносить звук Также идёт работа по формированию фонетико-фономатического слуха у ребёнка. Работа над предложением. Василиса повторяет за мной слова. Разбираем, объясняем, сравниваем. У Кости есть густёнок, он совсем не утёнок. Грамматические формы речи вот у Кости и Кости. Значит, у Кости имеется предлог и окончание изменяется на «и». А предложение о ком говорится? О Косте. Василиса пока ещё не совсем это понимает. И на вопрос о ком говорится в предложении, она также называет «у Кости». Ещё беден пассивный и активный словарь у Василисы. Понятно, что нужно обязательно ребёнку задавать такие вопросы, чтобы сформировать у ребёнка грамматические формы речи. Чтобы ребёнок научился думать и правильно отвечать на поставленный вопрос. Обращаем внимание также, как звать мальчика. А мальчика звать уже Костя. Кто у Кости? Гусёнок. Он не утёнок. Слова «гусёнок» и «утёнок» сравниваем. Выясняем, где есть звук «с», где нет его. Для этого мы используем букву, чтобы ребёнку было хорошо ориентироваться. Лучше, скажем, ориентироваться. Чтобы Василиса могла подставить к той или иной игрушке букву «с», где она её слышит. Но в данном случае, пока Василиса не слышит, она не может определить. Вот наглядно она видит, например, букву. То есть так, как она читает, она её знает. Она её может показать. А вот на слов определить, пока Василиса не может. Это обязательное условие формировать у ребёнка фонетико-фономатические слова. Ну, вот, пожалуй, на этом я закончу занятие. До свидания. До новых встреч. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»!